Маленькому Саше исполнилось два месяца. Молодые родители Евгении и Кристина к вопросам развития и здоровья ребенка подходят со всей ответственностью. Кроме осмотра неврологом и лором, также обратились к врачу-сурдологу для выявления углубленного исследования слуха малыша. Мы проходим практический осмотр всех узких специалистов к трех месяцам. Он нас услышит, замечает. Ну, так для себя, для собственного удовлетворения мы решили это сделать. Определить как можно раньше нарушение слуха у ребенка – одна из главных задач врачей-сурдологов. Реакцию на звуки в кабинете консультативной поликлиники Брестской областной детской больницы проверяют несколькими способами. Импедансиметрия, аудиометрия, тест акусической эмиссии – это основные методы обследований, благодаря которым можно на ранних стадиях определить заболевание, а значит получить все шансы его вылечить. Чаще всего дети обращаются к нам по нескольким причинам. Значит, первая причина – это фактор риска плюс, то есть дети, которые не прошли тест в роддоме, либо имеют у мамы с папой какие-то проблемы генетические с нарушением слуха, и их отправляют к сурдологу. До трехмесячного возраста все детки должны прийти к нам с фактором риска плюс. Мы им здесь проводим тест акутической эмиссии, который позволяет нам определить, все ли в порядке у ребеночка с внутренним ухом. Если тест он проходит, мы проверяем реакции на звуки, если все хорошо, все нормально, отпускаем с диагнозом слух норма. Если же ребенок плохо реагирует на звуки и на обращенную к нему речь, врачи-сурдологи устанавливают динамическое наблюдение, продолжая работать с маленьким пациентом. Детей в возрасте двух-трех лет, которые имеют задержку речевого развития, не выговаривают окончания слов или проглатывают определенные звуки, нужно также показать сурдологу. Очень много сейчас стало детей именно с задержкой речевого развития. Стало много детей с аутическими какими-то признаками, которые вроде бы ребенок слышит, но почему-то он не разговаривает. И родители сталкиваются с этим, и у них получается такой вот порочный круг. Они ходят к логопеду, логопед говорит, это не наше. Они ходят к неврологу, невролог говорит, вроде бы что-то не то. Они обращаются к сурдологу. Если сурдолог поставит диагноз, что он по нашим вопросам нету, что слух норма, тест вы прошли, значит заниматься, конечно, больше у невролога, с логопедом, консультироваться у детского психиатра. Громкая музыка в наушниках, простудные заболевания, травмы головы – все это может привести к слуховым нарушениям, но в большинстве случаев проблемы патологии уха имеют генетическую предрасположенность.